Продолжение следует... 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 Потому что мы знаем, что возможно нарушение проницаемости эпидермиса и экзоцитоз, пропотевание как жидкой части плазмы, так и клеточных компонентов, которые формируют субстраты корок, которые над образованием развиваются, но при этом может не быть истинного изъязвления. Для язвы с точки зрения морфолога должно быть соблюдено на сегодняшний день три обязательных критерия. Первый – это полнослойный дефект эпидермиса с отсутствием базальной мембраны. Второе – это наличие клеточного и внеклеточного компонента плазмы, то есть это фибриновая ликоцитарная пленка фактически. И третье обязательное условие – это признаки изменения эпидермиса в краях язвы. Это может быть его истончение, исчезновение, реактивные изменения, либо гиперплазия реактивная. И когда эти три условия соблюдены, мы можем говорить о том, что действительно образование изъязвлено. И это один из параметров, который учитывается при стадировании. И есть целый ряд ситуаций, в которых изменения могут симулировать наличие изъязвления. Это может быть связано и с травматизацией образования. Здесь нам необходима информация о предшествовавшей биопсии для того, чтобы не повышать стадию. И здесь патолог должен, конечно, помнить о том, что есть и на этапе обработки материала в гистологической лаборатории ряд артефактов, которые могут быть гипердиагностированы в качестве изъязвления. И на сегодняшний день есть уже данные, которые говорят о том, что не только само наличие язвы является неблагоприятным прогностическим фактором, но и ее протяженность или размер изъязвления также может иметь значение. И эта протяженность может быть выражена либо в диаметре язвы, либо в соотношении протяженности изъязвления и инвазивного фронта опухоли. Но пока это еще факультативный параметр, но уже может быть оценен и включен в репорт. Микросателлиты. Если вы обратили внимание, то микросателлиты мы оцениваем на нескольких уровнях. Сначала на макроскопическом. И если макроскопически определяются сателлиты, мы должны это репортировать. И второй этап – это микроскопический уровень оценки микросателлитов. Здесь тоже есть ряд нюансов, потому что нет какого-то кроличственного критерия, который бы сказал, какое минимальное достаточное расстояние необходимо между первичным аффектом опухолевым и каким-то дистантным фокусом, расположенным вблизи в этом иссеченном фрагменте, чтобы назвать его микросателлитом. То есть у нас нету вот этого порога количественного. Единственное условие, что должна быть интактная ткань между этими двумя узлами. Если там рубец, какие-то рубцовые изменения дермы, если там воспалительный инфильтрат, такие изменения не должны расцениваться как микросателлитоз, потому что, скорее всего, это проявление самопроизвольного регресса в этой зоне, и образование должно расцениваться целиком. И вот как здесь продемонстрировано, это ситуация, которая требует дополнительного обследования в морфологической лаборатории, чтобы исключить непосредственное распространение в других плоскостях среза, чтобы не гипердиагностировать наличие микросателлитов, потому что это самостоятельный неблагоприятный прогностический фактор. Это, собственно, ответственность морфолога. Статус краев резекции. Тоже, казалось бы, очень простая история, очевидная, безусловно важная, но, тем не менее, есть опять же ряд условий. Мы оцениваем отдельно расстояние до латерального и до вертикального или глубокого краев резекции, но объективно оценить достоверно эти параметры можно только при наличии маркировки краев резекции. То есть это то, что заставляет нас говорить о том, что использование маркировочных красителей для всех иссеченных меланцитарных образований или пигментных образований должно быть обязательным, потому что на моменте макроскопического исследования мы не всегда точно знаем, что имеем дело с меланомой. И мы должны помнить о том, что нам придется оценивать расстояние до краев резекции. Если вы обратите внимание, то отдельно рекомендуется оценивать расстояние от инвазивного компонента до краев резекции и от инситу компонента при его наличии до краев резекции. И есть еще одна история, что в вертикальном крае резекции тоже может быть компонент инситу. Казалось бы, это такое логическое противоречие, но нет. Как правило, это связано с поверхностными иссечениями, в дне которых могут находиться структуры придатков. А мы знаем, что переодноксальное распространение возможно, то есть вдоль структур придатков меланома, в том числе инситу, может распространяться вплоть до глубокого края резекции. Но вот вопрос маркировки и ориентации фрагментов в оценке этих параметров является одним из ключевых. Количество метозов в предыдущей редакции ВОЗ, собственно, было одним из критериев стадирования. На сегодняшний день из стадии этот параметр выведен, но он все равно сохраняет самостоятельно очень важное прогностическое значение, и мы должны, безусловно, его щепетильно оценивать. И здесь есть целый ряд вопросов практически, которые у патологов возникают, и в ряде случаев могут возникать у клиницистов. Во-первых, на сегодняшний день вообще принято, что мы измеряем и репортируем методическую активность в количествах метозов на 1 квадратный миллиметр опухоли. И обязательно этот параметр оценивается только в инвазивном компоненте. То есть для меланомы инситу методическая активность может быть, конечно, теоретически оценена, но она не имеет прогностического значения. Поэтому эта оценка именно в инвазивном, в дермальном компоненте – это раз. А во-вторых, вы видите, здесь указано, что мы должны оценивать его в наиболее методически активном участке или в ходспоте. Технически мы должны на обзорном увеличении этот ходспот найти, перейти на большое увеличение и вокруг ходспота насчитать площадь, которая соответствует 1 квадратному миллиметру. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что очень в ранних меланомах, в поверхностных меланомах, инвазивный дермальный компонент имеет площадь меньше 1 квадратного миллиметра. Как таким образом репортировать, как таким образом считать метозы? Часто мы, собственно, когда не досчитываемся нужного количества полей, мы, так сказать, экстраполируем найденное в имеющихся полях на нужное количество, то есть умножаем. Для меланомы есть прямые рекомендации, которые говорят, что так делать нельзя. И если у нас площадь меньше 1 квадратного миллиметра, и мы находим в ней один или несколько метозов, то мы должны, собственно, репортировать таким образом, как будто бы мы посчитали на миллиметр квадратный. То есть не экстраполировать, не умножать, не пытаться, так сказать, фантазировать на этот счет, но выражать просто в штуках на миллиметр квадратный, указывая, что у нас имеется на самом деле. Уровень инвазии по Кларку на сегодняшний день из облигатных параметров перекочевал благополучно в дополнительные, и связано это в первую очередь с относительно низким уровнем межисследовательской воспроизводимости в его оценке. То есть патологи по-разному эти уровни оценивают. Это связано с тем, что на самом деле анатомических границ между слоями дермы нет. Кроме того, на фоне инвазивной меланомы при наличии воспалительного инфильтрата возможно изменение структуры дермы и расширение разных ее слоев. Это приводит, собственно, к тому, что очень тяжело бывает оценить границу. На всякий случай я все-таки привела те определения для уровней анатомических или уровней по Кларку, которые на сегодняшний день в руководствах по репортингу приведены. И в нашу жизнь активно внедряются всякие иммунологические параметры, в том числе механизмы оценки локального иммунитета и взаимодействия между опухолью и иммунной системой. И один из них – это опухолеинфильтрирующие лимфоциты, которые для меланомы описаны уже очень давно. Если мы посмотрим работы, то зачастую мы столкнемся с противоречивыми значениями того или иного инфильтрата. Это связано с тем, что очень разные подходы к оценке того, что есть выраженный инфильтрат, а что есть невыраженный инфильтрат. На сегодняшний день рекомендуется использовать приведенную здесь подход, и он, собственно, также транслируется и в отечественных рекомендациях. И хотелось бы сказать еще пару слов о признаках самопроизвольного регресса. Это не является облигатным параметром, но это то, что затрудняет оценку патологу, потому что на самом деле встречается в довольно большом проценте опухолей, там от 3 до 50 процентов, от 30 до 50 процентов меланом имеют те или иные признаки самопроизвольного регресса. Как правило, они занимают меньше половины образования. Поэтому этот параметр гиперепортируется. Обычно не оценивают и не описывают при наличии большой нерегрессировавшей опухоли и какого-то регрессировавшего участка, либо замещенного участка воспалительным инфильтратом. И вы видите, что на сегодняшний день в рекомендации есть порог 75 процентов. То есть он обсуждался многие годы. Предлагалось порог 50 процентов, 70 процентов. Но есть данные о том, что меланома, которая имеет больше 70-75 процентов регресса, она ассоциирована с более высоким риском выявления надальных метастазов в региональных лимфоузлах. Поэтому это один из прогностических параметров, хоть и не облигатный, но важно имеет смысл его указывать. Но я думаю, что интересует и клиницистов, патологов, что делать нам с образованиями, которые еще не меланомы, которые имеют неопределенный или низкий потенциал злокачественности, каким образом их репортировать и указывать, какие параметры необходимы. На сегодняшний день нет стандартных подходов к репортингу этих образований. В принципе, они не являются злокачественными. И в качестве рекомендаций мы можем указать толщину образования, условный анатомический уровень, до которого оно распространяется в дерме, если оно имеет дермальный компонент, количество метозов на миллиметр квадратный в дермальном компоненте при его наличии, потому что металлическая активность может быть разной в этих образованиях, а также статус краев резекции, то есть расстояние до латерального и вертикального краев от границ образования. Но что более важно и имеет большее значение, наверное, для клиники определения тактики прогноза, это указание МПАДДХ класса, который на сегодняшний день также вошел в классификацию ВОЗ. И это такой суррогатный классификатор, который позволяет разделить меланцитарное образование с неопределенным потенциалом или низким потенциалом злокачественности на группы, которые требуют тех или иных локальных процедур, ну и, соответственно, ассоциированы с разным риском агрессивного течения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...